Рыбинск Ябеляева Галина Юльяновна родилась 20 августа 1940 года в городе Рыбинске Ярославской области. За период с 1946 по 1989 год дважды переименовывался город Рыбинск, Щербаков, Андропов. Но в марте 1989 года историческое название городу, город Рыбинск, было возвращено. Если ехать со стороны Москвы на теплоходе, а именно так проложен туристический маршрут по Волге, то перед входом в шлюз можно увидеть величественный памятник Рыбинска – мать Волга. В этом месте Волга разделяет берега на левый и правый. Именно на левом берегу я и родилась. Что я помню из своего детства? Наша семья – мать, отец, бабушка, брат. Отец был комсоморским работником. Он сразу же, как только началась война, ушел на фронт. Во время войны мы жили в Вараке. Наше поколение помнит эти строения. Длинный коридор, метров пятьдесят. Вход с двух сторон. Один туалет, квартир на тридцать. У каждой семьи по комнате. У нас большая комната. Отец в те времена занимал хорошую должность. Как рассказывала мама, во время бомбежек, обомбили в основном шлюзы, наша бабушка сажала меня и брата на половик. Брат был очень тяжелый. И везла, волокла в укрытие в бомбоубежище. Чем мы тогда питались? Около барака был земельный участок, где выращивали картофель и капусту. Мы, дети, ходили в поле, собирали крапиву, лебеду. Хлеб, конечно же, был по карточкам. Мать с соседками ездила в город Бежец, Калининская область и сейчас Тверская область, где они обменивали вещи на продукты, в том числе на хлеб. Помню, что из картофельных очисток пекли какие-то лепешки. Мы, детвора, ели пестики, плоды мать и мачехи. Вернее, не ели, а высасывали сок из этих пестиков. Для нас это было лакомство. Жевали смолу. Наверное, очень хотелось есть. Как рассказывала мама, папа написал прощальное письмо, которое она знала наизусть. Рассказывала она его очень часто, когда мы, детвора и взрослые, со всего дома собирались у нас на кухне. Помню, что во время этих посиделок я читала книги вслух. Кто-то рассказывал прочитанные сказки и рассказы. Но все это было уже после войны. Когда мы переехали в двухэтажную квартиру с большим балконом, моя подруга жила в этом подъезде, так мы в другом подъезде, то мы с ней ходили друг к другу через балкон, не выходя из дома. В семь лет я пошла учиться в школу-семилетку. Она была рядом с домом. Учителей мы уважали, даже боготворили. Никогда при них по школе не бегали. На больших переменах, а они были по 20 минут, собирались в большом зале, водили хороводы, играли. Если у кого-то был день рождения, то он вставал в круг, и мы его поздравляли песней. В поселке проживал участник войны, летчик. Он часто приходил в школу, рассказывал о своем боевом пути. Впоследствии, когда я уже стала работать, он был моим начальником. Я с большой благодарностью вспоминаю этого человека. Рассудительного, честного и бескорыстного. Как мы, дети войны, жили в послевоенные годы. Очень дружно. Свой двор убирали сами, вместе со взрослыми. Во время субботников убирали мусор, снег. В Советское приехало 30 лет назад по обмену квартирами. Сначала работала в городе Неман, администратором ресторана Неман. Последние годы в инфекционной больнице города Советска, пока ее не закрыли специалистам по кадрам. В настоящее время живу одна. Есть взрослая дочь, внуки и правнуки. Что помнится мне еще из этого периода? Когда мы ложились спать, ложились мы все в одной комнате, потому что топили печку. В этой комнате было очень тепло. Мать всегда нам говорила, дети, ложитесь и говорите, дай Бог, чтобы не было войны. Просыпайтесь и говорите, дай Бог, чтобы не было войны. Вот так вот я запомнила свое детство. Что хочется пожелать нынешнему и будущему поколению? Есть у мудрых французов золотые слова. Если б молодость знала, если б старость могла. Живите и умейте все пережить. Обиды, радости, тревоги. Умейте страдать, умейте любить. Умейте идти своей дорогой. Не зли других и сам не злись. Мы гости в этом бренном мире. И если что не так, смирись, будь поумнее, улыбнись. 25 сентября текущего года, поскольку я попала в проект «Дети войны», и из тех многочисленных жителей города, которые попали в проект «Дети войны», нас 10 человек, вернее, не нас, а издана книга, посвященная «Детям войны». В эту книгу попала и я. Вот именно 25 сентября нас с заключительным проектом «Дети войны» поздравляли. Глава города, Единая Россия. И вот в этом зале нам всем были вручены небольшие сувениры, в том числе и вот такой вот диплом участника проекта «Дети войны». Продолжение следует...